Да я с ним просто сидел, фильмы смотрел и комментировал. Ну, типа, знаешь, о, а тут было бы прикольно, если бы это Дэнди в пятером гнобили, а он такой, ну, типа, сказал, вы бы еще Куру привели, на следующий уровень вышли. Короче, мы с ним так фильмов 15 посмотрели, ну, я, это, домой пошел, домой прихожу, а он, ну, уже популярный, озвучки пилит. Ну да, а ты что думаешь, у него видос-то не выходит? Хе, ага, ладно, давай я аналитику буду делать. Че, да не, я не забоялся, просто самому интересно стало, ну, поанализировать. Ну все, пока мешаешь. Финал квалификации на ВЦА, пятая карта, Вега против Каипи. Пик мне нравится больше у Каипи, потому что, как мне кажется, пятый пик антимага был как-то очень нагло сделан. Антимаг очень слаб в ранних файтах и может помогать только своей ультой, а здесь ультовать ему абсолютно не в кого. Соответственно, Вега рассчитывает на то, что антимаг вынесет свои минимальные слоты, его будет тяжело гангнуть и затем он будет очень нагло сплитить и перефармливать соперника. То есть Вега понадеялись, что Каипи вначале сыграют плохо и этим пиком антимага просто отдали инициативу. На пятой минуте Вега втроем пытается убить Батрайдера, Батрайдер в соло убивает антимага, приходит Элдер Титана и они вдвоем добивают саппорта в Веге. Так как у меня 6000 рейтинга, я могу авторитетно заявить, что такой ганг очень плохой. Я докажу это на примере паблика. Гоу килл его, парни, парни, гоу килл. Убиваем, убиваем. Да, ты че? Зачем ты меня похилил? Ярек, ты умер, у тебя же блин был. Короче, я парни буду все-таки дебил. Еще вот этого добьешь, и я фидить. Что, тебе пофигу? Я сейчас фидить пойду. Я, короче, в лес пошел. Крепал добьешь, я фидить иду, понял? Доказано, такой ганг очень плохой. Я Серега пират, аналитик, крутой, игру по полкам разобрал. Клик, клак, пам, пам. Если я анализирую, то ты попал. Ой, да че-то захотелось зачитать, представляешь? Нет? Ладно. Затем саппорты сказали антимагу. Ладно, дружок, мы пойдем гангать. Ну, постоишь, и он стоял под тавером и смотрел, как Батрайдер фармит. Ганги у Веги не удались, и я, честно говоря, вообще не понимаю, зачем они пытались убить Джиггернаута, у них было несколько попыток, и все были неудачны. В то время Батрайдер скромно выформил себе Даггер, Свен скромно пофармил Эншентов, и затем они довольно нескромно начали метелить по всей карте чужих героев. Так как эфирное время не резиновое, поэтому вкратце. После этого Даггера они убили антимага, Баратрума, убили Тавар, убили Мирану, Рошана, СК, Бару, антимага, ну и так далее. Сколько это может продолжаться? И, наконец, на 24-й минуте Каипи все-таки решаются пойти на ХГ. То, ради чего Вега продолжала играть, та самая надежда на то, что они камбэкнут, и все произойдет примерно вот так. А переключите мне музыку, а то я, ну, руку повредил. Нет? Да ладно, я сам переключу, я... уже не болит, я просто ночью отлежал. Да, ну, как мы видим, у Веги уже очень мало шансов осталось. Они тянут время, у них уже низа нету, антимаг пытается отпушить лайн, ему надо быть аккуратным, тут 5 героев Каипи. Вот Каипи заходят на ХГ, антимаг отбегает аккуратно. И что же будет делать дальше? Ну, я думаю, Каипи просто в трон пойдут. Да, Свен прожимает ульту, нажимает на трон, у Веги ХП нет, ему надо пойти похилиться на базу. Ну, я думаю, тут ГГВП. А, Каипи, смотрите, поиздеваться даже решили, уже встали в АФК. Хотя Санкинг подловить может, ловит Санкинг пятерых на стан. Баратрул вбегает, антимаг, бэм, ни хрена. А если по-наглому сразу в трон, не килец, что вы на этом скажете? Ничего, убивают всех по одному, идут сразу в трон. Вы посмотрите на этот дамаг, что это такое происходит, я не понимаю. Трон на 50 хп, трон почти упал. Упал! На самом деле, если бы они действительно сделали минус пять, я думаю, это ничего бы не решило, потому что у Каипи было огромнейшее преимущество. Они бы точно так же спокойно пошли убили Рошана и так же без напрягов сломали бы два других лайна. Причину поражения я даже четко выделить не могу, просто слабый пик антимага, как по мне. И слабая игра от начала до конца. Возможно, вега устали или просто не пошло. Во всяком случае, ничего страшного. Они все равно проходят квалификации, разница лишь в том, что они выигрывают денег чуть меньше. Но, как говорил мой бывший начальник, деньги не главное в жизни, Серега, так что забей! И зарплату мне не платил. Ну ладно, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok